Здравствуйте, это 1 на 1 на Первом городском. Меня зовут Роман Малок. Сегодня мы беседуем с депутатом Покровского районного совета от партии «Оппозиционный блок» Ирина Борисовна Есина у нас в студии. Здравствуйте, Ирина Борисовна. Здравствуйте, Роман. Будем вас сегодня знакомить с нашими телезрителями, а телезрителей с вами. Вы первый раз являетесь депутатом вообще в принципе. Можно сказать, что вы профессиональный педагог, но что-то я о вас не рассказал. Поэтому расскажите вы о себе, чем вы занимаетесь в профессиональной деятельности, образование какое и где получали. Вам слово. Значит, я получила образование дошкольное. По специальности я педагог и преподаватель педагогики психологии дошкольной. И с 18 лет я поступила в дошкольное учреждение нашего Покровского района. И так вот я работаю уже 44 года в нашем районе. Возглавляю детский сад, в который я уже и строила. Это в 90-е годы было строительство, застройка Пятого Заречного. И на Пятом Заречном вырос наш детский сад «Золотая рыбка». Этот детский сад комбинированного типа. В него посещают дети разные наши детки с двух лет и до самопоступления в школу. Мы вернемся к вопросу вашей профессиональной деятельности. Сейчас поговорим о деятельности депутатской. Несмотря на то, что с детьми работаете достаточно давно, вот со взрослыми, в плане как с депутатами, да еще и с разных партий, как это в этом году, достаточно недавно баллотировались в 2015 году осенью. Первый раз баллотировались от того района, где работаете. Рядом с вашим округ избирательный был, рядом с вашим детским садом на Пятом Заречном. Зачем, почему? Почему это партия, почему этот район и почему вообще депутатская деятельность? Ну, потому что в своей деятельности педагической я часто сталкиваюсь с родителями. Я сталкиваюсь, так как я еще и живу на Пятом Заречном, мне приходится общаться и с жителями своего микрорайона Заречного. И поэтому, как никто другой, я знаю, какие проблемы у нас на Пятом Заречном возникают, в чем нуждаются люди, потому что они имеют возможность не только прийти к нам в партию на прием, а и встретиться со мной и на рабочем месте в детском саду. И даже с жителями я могу встретиться возле домов, встретиться с председателями кооперативов, которые у нас есть. Это ОВСБ, это сейчас организованное. Поэтому вот эта тесная связь, она и помогает как депутату знать проблемы жизненные, которые возникают у нас на Пятом Заречном. Как часто вы с избирателями встречаетесь, где это проходит? Есть какие-то дни приема или вы на месте там, на округе своем какой-то ведете? Ну, у нас приемная, у нас находится по улице Тухачевского, 13. Ежемесячно у меня там проходят встречи с жителями, которые к нам приходят со своими проблемами. С 17 до 18 часов идет прием. И плюс еще, конечно, то, что на рабочем месте я могу встретиться с людьми. У нас приемный день, понедельник, пожалуйста, в детском саду. Насколько с коллегами по райсовету находите общий язык? Я сейчас в общем говорю. Вот считаете дружным коллектив депутатский весь? Я сейчас о всех говорю, о партиях и об абсолютно всех. Или все-таки возникают проблемы на голосованиях и в комиссиях? Да, на голосованиях у нас возникают проблемы, потому что есть разные взгляды, разные мнения, поэтому каждый может высказать свое мнение. А если так в повседневной жизни, то мы общаемся между собой, советуемся, если нужно какие-то вопросы, допустим, между как по дошкольному образованию, какие там проблемы возникают. Они же тоже являются родителями. И задают вопросы, конечно, и мы решаем вместе эти проблемы. Классических моих вопросов задам вам. Как вы считаете, кто такой депутат районного совета? Чем он обязан заниматься? Вот вы уже больше, чем полтора года на этой должности. Чем фактически он занимается? И должны ли иметь одинаковые обязанности разные депутаты от разных политических партий? Или каждый должен выбирать для себя какую-то сам сферу деятельности? Почему задаю этот вопрос? Потому что, общаясь с депутатами районных советов, понимая, что кто-то работает на округе, кто-то работает с бумагами, кто-то, допустим, работает с какими-то проектами решений, а кто-то предлагает вообще все решить в форме петиций. И несмотря на то, что является депутатом совсем другого района, подает петиции на городской совет. Вот вы как считаете? Я считаю, что депутат, он не ограничен в своих возможностях и решает проблемы, которые приходят и поступают. Никто не ограничивает нас. И многие проблемы выносятся на постоянные комиссии. И постоянно комиссии у нас же связаны с теми проблемами, которые нужно решать у нас в районе. А таких ограничений нет. Ваши проблемы, как вы считаете, топовые? Какие у Пятого Заречного? Ну, у нас они и решаются, потому что мы благоустраиваем это решение по благоустройству территории нашего района. Теперь ремонт и дорог, освещение. Вот, например, осенью, когда нужна была подготовка к зимнему периоду идти, да, вот, мы решали вопрос о подвозке посыпочного материала для дошкольных учрителей, для школ. Вот, чтобы потом решался вопрос у нас, вот дома, например, 46, 45, 47. Вот, мы решили вопрос по освещению, там установили новые опоры, поставили освещение, которое давно-давно не было. А эта дорога шла к 126-й школе, и сейчас детям удобно вечером идти, это освещается. Вы работаете в комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования, культуры, спорта. Вот, если можно, расскажите, чем эта комиссия занимается в рамках района, вообще, в принципе, в общем, чем занимается, и конкретно Ваша комиссия, какие решала, разбирала вопросы, ну, на последних заседаниях, двух, трех, четырех? Ну, последний вопрос у нас был, это по благоустройству дорог, установка ограничения дорожных знаков, так, возле школ, возле детских садов. Установка, остановку делали там, где проходит троллейбус номер 17, дополнительно для наших пенсионеров, инвалидов, чтобы было удобно добраться до КРЭСа, до исполкома, до других служб. Вот, потом у нас решался вопрос... Ой, так быстро, я не знаю. Давайте... Мы можем перейти к конкретике. Давайте. Конкретно, какие были решены вопросы, вот, вами, в рамках района, ну, весь район, в принципе, относится сейчас к вашим полномочиям, вот, конкретные вещи, которых вы не на комиссии, а уже как депутат смогли решить? Ну, ко мне обращались, была такая семья, как мать-одиночка, которая воспитывает сама ребенка, и она не могла решить, значит, вопрос о назначении социальной помощи одиноким матерям. Я обратилась в нашу службу социальной, из полкома социальной защиты матерей, вот, мы посмотрели ее все материалы, документы, и вопрос этот был все-таки решен в пользу мамы, вот. Потом, значит, обращались ко мне и пенсионеры, у которых, ну, не всегда получилось о назначении субсидий, жилищных субсидий, необходимо было подсказать, подобрать. Вот такая семья, у нее сын находится в АТО, вот, она, конечно, в растерянности, ей нужно было помочь, оказать помощь, поэтому вот такую помощь я оказывала и помогала этим людям. Вернемся к вашей профессиональной деятельности. Вы 27 лет руководите дошкольным учреждением, верно, детским садом номер 65. Являетесь его руководителем, наверное, чуть ли не с момента заливки фундамента, когда он строился? Да, когда устанавливали сваи. Что это за заведение для вас, и как за 27 лет это заведение изменилось, и как изменились его посетители, маленькие? Маленькие посетители. Ну, детский сад изменился тем, что мы перепрофилировались. Мы открывали детский сад как общего развития, детский сад для детей, вот, от, тоже от 2 до 7 лет тогда еще, вот, но изменение программы, сейчас детки у нас от 2 до 6 лет, вот, а 8 лет назад перепрофилировали детский сад на комбинированный детский сад, где уже у нас 6 групп, которые, и одна логопедическая группа, 5 у нас групп для детей с задержкой психического развития, и принимаем детей, которые нуждаются в индивидуальном уходе. Именно обучение, коррекционное обучение нужно этим деткам, и сложные дети. Давайте о таких группах поговорим, вот, насколько это нужно сейчас, и конкретно, что это за группа, и как проходит обучение, контакт с такими детьми. Ну, сначала мы выявляем таких деток, вот, подсказываем и мамам, чтобы они шли, обследовали деток этих, и направляем их на медико-педагическую консультацию городскую. Там детей консультируют, родители консультируют и дают направление уже в специальный детский сад. По этим диагнозам, которые ставят рекомендации для воспитателей, для логопедов, для дефектологов, и согласно этих консультаций разрабатывается план работы с этими детками. Дети эти находятся с 4 лет до 6 лет, но если диагноз усложненный, значит, они могут быть и до 7 лет. И когда дети уже выравниваются, то есть у них уже восстанавливается речь, восстанавливаются процессы психологические, там, память, внимание, мышление, вот, эти дети уже могут идти в общеобразовательную школу. По вашим наблюдениям, что является вот причиной того, что все больше и больше детей, ну, исходя из вашей статистики, которую вы говорите, имеет вот такие проблемы именно с речью? Виной тому, что раньше это не замечалось и сейчас больше диагностируется? Или действительно статистически этих детей больше становится? Нет, этих детей статистически больше становится. Вот, особенно, такую причину, чтобы сказать, ее одной нету. Это несколько причин, которые потом отражаются на здоровье ребенка. Вот, это и кесарево сечение, эти детки многие, у которых идет задержка развития. Вот, это и экология, которая нас окружает. Вот, это и состояние, с которым мама вынашивала ребенка. То есть, это большой круг причин, которые потом отражаются на поведении ребенка, на его речи, на его процессах мышления, памяти, воображения. Вот, и нужно дать возможность этим детям выровняться, подняться и идти в общеобразовательную школу. Но если у ребеночка до 7 лет не выравнивается, у нас есть специальные учреждения, сейчас открыты у нас же на Заречном. Это НРЦ, он открыт, реабилитационные центры, есть центр «Надия». То есть, эти дети продолжают свое обучение, и с ними продолжают работать специалисты. Какой процент детей, учась в первом или во втором классе, по какому проценту детей, в принципе, и не скажут, что когда-то у них были проблемы? А какой процент действительно с такими сложными формами, с которыми им приходится вот в такие реабилитационные центры попадать уже после начала школьного обучения? Ну, если брать по нашему детскому саду, то это очень малый процент. Это где-то 2-3 процента, то есть это количество детей до 5 человек, которые у нас могут идти в эти центры. А в основном дети, чем раньше, понимаете, мы начинаем работать с этими детками, чем раньше мы начинаем привлекать родителей и обращать внимание родителей на проблемы, вот, потому что многие родители... А родители не замечают этого? Да, они не замечают. Они только в том случае, когда они уже увидели других детей, они могут сравнить своего ребенка и с другими детками и увидеть эти проблемы. И, простите, многие ли родители действуют по принципу, да ладно, пройдет, потом разговорится, ему сейчас 4, а потом все будет хорошо? Многие так смотрят на вопросы? Нет, мы вот в нашем детском саду, дети ведь поступают с 2 лет, и поэтому мы наблюдаем до 4 лет за этими детьми. И постепенное вот это наблюдение, общение с родителями. И тогда родители поначалу, как-то был такой вот барьер, который они не хотели поступать в эти группы, нужно было общаться, объяснять, рассказывать. Сейчас они увидели, насколько это важно, ребенка заранее подготовить к школе, поэтому они сейчас идут с желанием. Давайте о стандартах тогда поговорим. Возраст 3, 4, 5 лет, что ребенок должен уметь и как он должен говорить в этом возрасте? И какие проблемы, допустим, у него могут возникать со здоровьем, когда нужно обращаться вот в такие комбинированные детские учреждения, как у вас? Ну, если ребенок не произносит там звуки определенные, если там один звук, который считается в 5 лет, он должен этот звук уже выговориться, это звук Л, Р, вот такие звуки, которые могут быть, допускаются. Если же там идет группа звуков, которые ребенок не говорит, а если он не говорит эти звуки, мы уже наблюдаем за тем, что он не может рассказать, он не может составить предложение, он не может рассказать по картинке, он не может рассказать об окружающем. Мы уже видим, что ему нужна помощь, ему нужно помогать, научить его общаться, говорить. Это проходит не только на занятиях, это проходит и в игровой деятельности, в повседневной жизни. То есть работают, два воспитателя работают, плюс дефектолог работает или логопед, вот. И эти дети целый день находятся во внимании, они же учатся общаться с детьми, учатся это. И родители, они тоже заинтересованы, чтобы дети... 12 учреждений комбинированного типа находятся в Покромском районе. В этих 12 учреждениях в сумме находится 44 группы, в которых обучается практически 700 человек. Не могли бы Вы рассказать о Ваших коллегах и о соседних учреждениях района, что это за учреждения, почему они называются комбинированными и какие проблемы со здоровьем там помогают решить? Ну, у нас детские сады комбинированные, они расположены в Покровском районе на протяжении всего нашего района. Это охвачены дети 173-го квартала, охвачены дети района Пионер, Крес, 129-й квартал, 5-й Заречный и Светанок. Эти детские сады охватывают полностью микрорайон, наш район, наш район. Детские сады имеют группы также для детей с задержкой психического развития и группы логопедические группы. Это только для того, чтобы улучшить воспитание, образование наших детей. И самое главное, ранее выявить этих деток и оказать им помощь. Еще раз напомните нашим телезрителям, где и когда Вы принимаете как депутат райсовета? Значит, у нас приемная, приемная находится на улице Тухачевского, 13. Каждый день у нас есть график наших депутатов. И мы каждый месяц там проводим прием граждан. У нас осталось 2 минуты. Я хочу так и у Вас узнать разные политические взгляды, разные люди из разных сфер деятельности. Я еще раз напомню, что все депутаты, которые являются представителями Кривого Рога в областном, районном и городском совете, абсолютно все не получают ничего за это. Единственное, депутаты областного совета имеют субвенции, которые они могут тратить здесь в городе. Зарплату в Украине получают исключительно депутаты Верховного Совета. И, соответственно, не должны иметь по закону никакой работы. Поэтому все люди с разными мнениями ко мне приходят. Все люди приходят ко мне с разными специализациями. Но вопросы иногда пытаются задавать одинаковые. Вот у нас не так давно без виз открыт с Европой. Вот Ваше мнение. Что это такое для Вас и насколько это важно для Украины? Для Украины важно. Это первый шаг, конечно, который Украина делает для нашей молодежи. Наша молодежь получит сейчас возможность обучения. Уже в наших школах есть уже предложения обучения в Чехии, Словакии. Это первый плюс, который может наша молодежь получить. А был ли у Вас опыт поездки в Европу? Ну, это было давно еще. В советское время мы видели, что Европа живет лучше. Они нам сразу говорили о том, что мы живем для себя, а советский союз живет для других народов. Кто-то говорит, что проблема поездки как раз не в визах, а в высоком курсе доллара-гривни. Как Вы считаете, так это или нет? Поедут ли люди после того, как откроются ворота именно в формате без визы? Ну, сейчас мы только можем поехать на экскурсии, можем ехать на обучение, но в дальнейшем, я думаю, что такая возможность откроется. И Шенген нам даст возможность и работать, и учиться, и познавать мир другой, и саму жизнь нашей в Украине тоже поднимать и делать ее лучше и краше. Спасибо за мнение, спасибо за ответы на наши вопросы. Депутат оппозиционного блока, депутат Покровского районного совета Ирина Борисовна Есина была в нашей программе, которая называется «Один на один». Я желаю Вам хорошего вечера. Встретимся уже завтра в проекте совещания ровно в 17.20. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»